здравствуйте дорогие друзья сейчас мы с вами поговорим про так называемый легкий аутизм который как правило как официальный диагноз звучит как синдром аспергера иногда еще с сопутствующими диагнозами почему называется легким в общем это такое название у родителей пожалуй неофициальная потому что при синдроме аспергера как правило сохраняются когнитивные функции развивается речь хотя надо сказать что во многих случаях развитие речи не соответствует возрасту то есть развитие речи соответствует более младшему возрасту при этом наличствуют такие черты серьезные трудности в социальном взаимодействии иногда очень серьезные ограниченные стереотипные повторяющийся репертуар интересов и занятий очень часто наличиствует выраженные неуклюжести и другие неврологические симптомы на самом деле этот вид аутизма возникает по тем же причинам что и все другие то есть это результат повреждения центральной нервной системы ребенка по нашим наблюдениям в случае синдрома аспергера повреждения центральной нервной системы более поверхностная то есть она не затрагивает более глубинных мозговых структур а идет как то вот больше поверху дети с синдромом аспергера тоже очень сильно различаются между собой по своим проявлениям и по своим соответственно способностям но их всех объединяет одно свойство они способны обучаться то есть в отличие от детей с синдромом канера дети с синдромом аспергера вполне обучаемы другое дело что их обучение это задача зачастую нетривиальное обучение должно быть организовано специальным образом в обычном классе им очень трудно и зачастую просто невозможно учиться многие дети с синдромом аспергера имеют также и синдром гиперактивности при этом виде аутизма часто возникают различные неврологические проявления например хождение на цыпочках резкая реакция на раздражение например ребенок может трястись может смеяться без причины может кричать общем это проявление совсем не такие которые так сказать легко принимаются социумом часто наличествует сильное плоскостопие вообще искажение строения ноги не только стопы иногда просто до степени когда ребенку больно ходить даже в специальной обуви может иметься нарушение осанки собственно практически ну из тех детей что мы видели у них у всех было нарушение осанки и зачастую очень сильное нарушение осанки эти дети не понимают невербальную коммуникацию поэтому им невозможно вписаться в коллектив то есть им необходимо сопровождение очень часто так сказать они не могут даже сами в школу прийти ну короче это довольно тоже довольно тяжелый вариант если взять в расчет все возможные нестандартные реакции такого ребенка в различных неожиданных нестандартных ситуациях то школьное обучение требует специальных классов со специально обученными преподавателями со специальными сопровождающими эти дети часто очень болезненно воспринимают свое отличие от других детей поскольку когнитивные функции у них не нарушены то в какой-то момент они все понимают иногда им даже и рассказывают в школе что они никогда не будут как все они особые и многие из этих детей впадают депрессию они теряют мотивацию к учебе у них начинают появляться суицидальные мысли в общем становится очень тяжело им самим и их семьям на наш взгляд название легкий аутизм она ошибочная она однозначно вводит заблуждение это состояние может быть хуже в каком-то смысле даже чем при других видах аутизма потому что у ребенка синдром маспергера интеллект развит достаточно чтобы трезво оценивать свое состояние свои перспективы такие дети могут очень страдать душевно в израиле для таких детей существует много социальных проектов например в израильской армии этих детей у которых имеется хоть какие-то там таланты например в компьютерах еще чем-то их стараются как-то приспособить к чему-то полезному как-то влить их в коллектив но это именно социальные проекты то есть это не говорит о том что эти дети становятся абсолютно самостоятельными собственно в израиле вообще есть очень много социальных проектов направленных на реабилитацию и вовлечение так сказать в общественную жизнь всяких людей с ограничениями например и существует такие вот общество молодежные движения которые организуют для детей с инвалидностью нет не обязательно для аутистов для любых детей с инвалидностью организуют например там встречи пикники какие-то выезды на природу вечеринки собственно наши дети старшие участвуют в таких проектах и в общем я считаю что это очень хорошо потому что до детей таких много людей таких много и они совершенно не должны быть запертыми нужно стараться их интегрировать по возможности настолько насколько это возможно спасибо всем до свидания